МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что же, добро пожаловать на спидвей Гран-при. Четвертый этап сейчас будет посвящена целой передаче ему, которая пройдет в Швеции в Олеве. Но пока что вспоминаем, что же было на предыдущем этапе в Праге. Вот такой вот новый имидж Ники Петерсона, этого знаменитого чемпиона из Дании. Ну и как складывалась диспозиция, какова была борьба в Праге. Окипела-то она очень-очень нешуточная. И были и поражения Ярослава Хэмпеля, и неудача абсолютно его. Были и сражения, которые были падения Грега Хэмпека в том числе. Но опять же таки, это все было в тех очень интересных сражениях, которые мы с вами видели в Праге. Также Йозефа Франца будем отмечать, который в полуфинал сумел пробиться и вытеснил многих из этой заветной восьмерки. Но в итоге все решалось между Крампом, Хэмпоком, Голубом и Ники Петерсоном. Девять титулов на четверых сражались в финале. И здесь победу мог продержать только лишь один. И все решилось во многом на первых же метрах дистанции, когда Ники Петерсон сумел пройти Джейсона Крампа, стартавшего с внутренней дорожки, и далее ничего никто не мог сделать. И с Джейсоном Крампом, Томаш Голуб, естественно, с Грегом Хэмпоком, ну и сам Джейсон Крамп тогда Ники Петерсона и не сумел добраться. Ну что же, вот так вот сложилось с два злодейка для Ники Петерсона. Очень и очень успешно в Праге. Ну и давайте послушаем Ники Петерсона по итогам его выступления. Что же он сказал? Ну на самом деле все было замечательно. Теперь мне нужно на четвертом этапе выступить примерно так же. Я очень и очень рад, что я сумел в финале встретиться со своими близкими друзьями, парнями с чемпионами, ну и это было очень интересное сражение, в котором я сумел сразу же завевать первую позицию. На старте и дальше все было предрешено. Я чувствую себя хорошо, но впереди еще длинный сезон. Итак, Джейсон Крамп лидирует на одну очку всего лишь от него. Отстает Джек Хэмпок, еще вместе с ним также позицию занимает Томаш Голуб. Ники Петерсон проигрывает два балла лидера у Минцева Худинов на восьмом месте. Все остальные есть позиции на ваших кранах. Ярослав Хэмперглер и очень неудачного выступления переместился. С первого на пятое место. Джейсон Крамп говорит о том, что, конечно же, всегда хорошо, когда твое имя находится на вершине листа чемпионского. Пять или шесть раз я подобное испытывал. Ну, так или иначе, это хорошо. Но, опять же, существуют и приливы, существуют и отливы. Так что два-три следующих гран-при должны все расставить по своим местам. Потом будет летний перерыв. Ну и потом во второй половине части сезона будет очень-очень непростая борьба. Борьба за победу в чемпионате мира. Нужно выигрывать гран-при для того, чтобы стать чемпионом. Ну что же, шведские флаги, безусловно, в Готенбурге, на Ульнове, Стадиум. Теперь уже не в самом длинном треке в спидвейк гран-при сезоне. Люнг, Линбек, Лингрен, Йонсен. Все они здесь, конечно же, рассчитывают на успех. Ну и Андрес Йонсен говорит, конечно же, всегда очень сложно выступать на домашних гран-при. Здесь и давление присутствует, и другие неприятные вещи. И просто стыдно выступить плохо. Так что я рассчитываю на очень неплохой результат. Надеюсь, что мне это удастся. Федерик Лингрен говорит о том, что, конечно же, я хочу со старта прям набрать много очков. Это будет не очень сложно сделать. Главное, со старта разобраться. Восемь очков это будет достаточно. Шесть было в прошлом, но в Праге я все-таки рассчитаю чуть побольше набрать. Мне будет здесь комфортно выступать. Ну, Антоний Линдер бы говорил, что три гран-при, два полуфинала, все выглядит хорошо. Теперь я постараюсь улучшить свои статистические позиции. Но Петр Люнг был тоже немногословен. Я рассчитываю, что на последних двух-трех гран-при у меня было неплохо. Здесь же я не допущу ни одной ошибки. И в итоге постараюсь как можно выше продвинуться по тренированной таблице здесь, как раз в Готенбурге. Итак, четвертый этап нынешнего сезона, 26 мая. Данные соревнования проходят. Ну, а перед этим ребята решили проехаться на четырех колесах. Мы в друзьях на картодром отправились и здесь принимали участие Виктор Хауруб, Линус Олсен, Фредерик Ларсон. Все они наблюдали за своими коллегами. И, собственно говоря, эти ребята выступают в шведском туринг-чемпионате. И давали советы своим друзьям с гаревых дорожек. Грэг Хэнкок опять же-таки здесь был. Ну, и Хэнкок говорит то, что достаточно интересно, как здесь управляться с рулевым колесом. Фредерик Ларсон, ну, это достаточно сложно будет, ребят. Виктор Хауруб. Ну, что же, посмотрим. Мы будем играть жестко. Ну, Хэнкок также был очень... Ну, как здесь управлять все-таки? Ну, а Кейс Холдер тоже был. Ребята, ребята, что же я буду здесь делать один? Ну, Антонио Линбек выглядит это замечательно. Ну, посмотрим, давайте, как будет здесь сражение происходить. Тринадцки сильные моторчики здесь стоят. Девяносто километров в час развивают скорость. Ну, и очень непросто было управлять этими машинками для тех, кто привык сражаться на гаревых дорожках. Грэг Хэнкок говорит, вы знаете, мы получили просто большое удовольствие, потому что это нам позволяет реализовывать себя в жизни. Ведь не так часто мы гоняемся на четырехколесных друзьях. Ну, так или иначе, после SP2 это хорошо было так. Крис Холдер говорит, что на самом деле было очень хорошо, что мы вырвались из отелей, провели это время, а не в PlayStation Дулю. Так что получили огромное удовольствие. Грэг Хэнкок тоже говорит, что, конечно же, это было очень неплохо. В день гоночной таганицы, конечно, не стоит. Ну, а вот получить перед ним разрядку небольшую, это, конечно, очень-очень хороший шанс был. Мы, в общем, получили очень большое удовольствие. Ну, что же, Грэг здесь был очень и силен, ну, а Крис Холдер... Ну, что же, давайте, ребята, жмите на газ. Ну, что же, сама гонка после небольших тренировок уже началась. И Антонио Линдек здесь с Грэгом Хэнкоком зарубились. Грэг Хэнкок оказывается на последней позиции. Но, тем не менее, будем надеяться, что он сумеет продвинуться вперед. Третий номер — это Олсен был, кстати, человек-исторник чемпионата шведского. Ну, Крис Холдер говорит, что, конечно же, в гонках интересно сражение между пилотами, в первую очередь. И здесь глаза открыты, и нужно внимательно смотреть, нужно быть очень быстро. Сам карта тоже достаточно быстрая, и я не думал, что будет легко нам. Но, в конце концов, мы почувствовали и тормоза, и правую руку, как право поворачивать. Так что все, здесь встала на свои колеса. Ну, а гонка сама продолжается, и профессионалы, профессионалы пока что выигрывают. Грэг Хэнкок, я думаю, что, конечно же, то, что здесь происходило, и это было замечательно. Но, так или иначе, меня здесь подучили чуть-чуть, и я в гонке самой не сдавался. И я изо всех сил старался своих конкурентов обыграть, агрессивный стиль демонстрируя, ну и гнал на все абсолютно деньги. Итак, Холдер и Хэнкок в финале в итоге оказываются, и Виктор Хауров говорит, я победитель. Нет, это я победитель, Фредерик Ларсон. Но, тем не менее, все довольны, все счастливы. Это главное. Разряд получили ребята, получили удовольствие. Ну и теперь уже гранд-финал уже стартует. Здесь принимают участие Холдер и Хэнкок. Ну и кто из них окажется победителем? Все зависит только лишь от этих парней. Итак, Хэнкок сейчас пока что лишь на второй позиции был. Теперь уже на четвертое место его оттесняют. Так что очень зазевался, и ты отправляешься на отдых. Ну и игрокан говорит, что я очень-очень хотел здесь зазевать очки, хотел выиграть, но это не был мой день. Ну а что касается Антонио Линбека, он демонстрировал очень уверенное выступление. И в итоге сумел всех поразить своими маневрами, точенными не то что до совершенства. Но, тем не менее, выглядел он очень-очень хорошо. Что же касается вопроса в следующем году, погоняемся? Хэнкок ответил, несомненно, Линбек сказал, давайте еще, пресхолдер. А кто победил, собственно говоря, Линбек, чувствую себя хорошо, я хочу еще гоняться. И дальше он продолжает. Мне нравятся все на самом деле картинки, я провожу здесь очень много времени. Конечно, гонюсь не один с другими, но это позволяет не получить отдых. Ну что же, снова мы с вами в Гетенбурге. Ну и печальная церемония в самом начале, мы говорили в конце прошлой программы, посвящена трагической гибели Ричардсона, который был победителем и участвовал в Гран-при. 1979-2012 год. Вот эта трагическая ночь начиналась в соревновании в Гетенбурге. 13 тысяч человек здесь присутствовало. Ну и в первом заезде некий Петерсон. Победитель предыдущего этапа оставил всех в задих. Бородку он сбрил, а усы оставил. Томас Эчьонсон на втором месте, Петер Льюинг третий, Крис Харрис на четвертой строчке был. Во втором заезде победу уже одерживает Антонио Линбек, кто бы сомневался. Ярослав Хэмпель второй, Фредерик Лингрен третий, Томас Гулоб лишь на четвертой позиции оказался. В третьем заезде Эмиль Сафудинов уже не знал себе равных с Кеннетом Бьери. Здесь сражение было поначалу. Он допускает ошибку, Эмиль Сафудинов выходит на первое место и выигрывает. Дальше Андрес Йонсон, Кеннет Бьери. А Грег Хэнгок лишь четвертым был. В четвертом заезде Джейсон Крамп не знал себе равных. Бьерна Петерсона вот как раз в этом моменте он обходит и уже лидерство свое не терял. Дальше Крис Холдер, Бьерна Петерсен в итоге на третьем месте финиширует. И Ханс Андерсон лишь четвертым добирается до финиша этого заезда. В пятом заезде уже Кеннет Бьери одерживает победу. Великолепно стартовал, сумел с внешней дороги выйти в лидеры. Ну и далее уже с Ярославом Хэмпелем было непростое сражение, в котором скорость все-таки решила все. Хэмпель второй, Ханс Андерсон на третьей позиции. Крис Хэрис четвертое место в итоге завоевал. В шестом заезде снова мы радовались за Эмилиса Фудинова. Россианин очень успешно здесь стартовал на трассе Улеве, в Готенбурге на стадионе Улеве. И выигрывает он этот заезд в борьбе с Томасом Эч Йонсоном. Все-таки на первую строчку Эмилиса Фудинова сумел проскочить. Фредерик Вингрен третий, Джейсон Крамп на четвертом месте лишь. В седьмом заезде здесь Андрес Йонсон в борьбе с Петером Льюнгом все-таки сумел того превзойти. И в итоге выиграл этот заезд Льюнг на второй позиции. Бьерна Петерсон третий, а Томас Голок на четвертом месте. Вот так вот старая гвардия здесь в Улеве не очень уж и блистала. Андрес Йонсон говорит, что пока что у меня не получается старт на все 100%. Я чувствую, что можно прибавлять, и я буду это делать. Что же касается восьмого заезда, то здесь у нас с вами рестарт произошел. Ну и Ники Петерсон, Антонио Линды, Грэг Хэнкок и Крис Холдер снова сейчас будут стараться выиграть борьбу за первую позицию в этой конке, по крайней мере. Ники Петерсон, конечно же, очень-очень хочется этого достичь. Крис Холдер тоже очень хочется выиграть еще очки. Но Хэнкок и Линдбек, они не остаются ничего делать, как бороться за первые баллы здесь в Швеции. Как у них это получится? Давайте посмотрим. Ники Петерсон очень неплохо стартовал и вышел на первую позицию. Крис Холдер тоже у него старт задался, скажем прямо. Несмотря на то, что он чуть было не кувернулся, но тем не менее не сумел выправить машину и вышел сейчас на третью позицию, оставив Антонио Линдбека позади. Но Линдбек уже три балла, по-моему, здесь заработал, поэтому ему-то жаловаться не на что. Но, опять же, посмотрим, как будут дальше для него складываться дела. Первый заезд ничего обычно не решает, решает лишь пятый. Но вот до пятого еще достаточно далеко Антонио Линдбеку. Но то, что делает Ники Петерсон, здесь не нуждается в комментарии. Он абсолютно уверен в своей победе. Грэг Холдер на второй позиции идет, и борьба, борьба Криса Холдера. Крис Холдер по-прежнему пытается наверстать своего оппонента, и, похоже, ему это удается. Крис Холдер выходит на позицию под номером два, а Грэг Холдер, увы, ничего сделать здесь так и не может. Вот он, последний поворот, и Грэг Холдер проигрывает мотоцикл целый своему оппоненту. Но что касается Антонио Линдбека, то тут просто доезжал до своего оппонента. Неприятность абсолютная для Антонио Линдбека. Вот так вот на пустом месте проиграл. Ну и давайте посмотрим. Ники Петерсон 6 очков, тоже 2 из 2 победы. Холдер на 6 позиции. Хэнкок лишь 1 очко после двух заездов. Абсолютно невыразительное выступление для действующего чемпиона. Не чувствует он машину, хотя, ну, все очень неприятно пока что для Грэг Хэнкока здесь складывается. Но ничего страшного, опять же таки, не происходит. Девятый заезд, и здесь победу одерживает Фредерик Линдгрен. Далее Крис Холдер, Андрес Йонсен и Крис Харрис, который был вынужден остановиться из-за проблем с машиной. Вот так вот для него девятый заезд закончился. Но вот здесь борьба Криса Холдера с Андресом Йонсеном. И Йонсен в итоге оказывается в роли проигравшего. Но Фредерик Линдгрен 5 очков после трех заездов. Харрис же очень-очень разочарован взгляд у него. Что же касается девятого, десятого заезда, то здесь наконец-таки удача. И Фортуна улыбнулась в Дрэгл Хэнкок. Он стартовал с внутренней дорожки и оказался победителем. Дальше Томас Йонсен, Ярослав Кэмпель, Ярный Петерсон. Хэнкок. Ну что же, у вас достаточно здесь получается сейчас. Но вы знаете, был очень сложный старт. Первые два заезда не удались. Мы, например, взяли небольшие изменения в мотоцикле. И теперь все вроде бы должно оказаться на своих местах. Здесь хорошая поддержка. Да, действительно, очень великолепная. Да и погода не подкачала. Так что мы чувствуем, что здесь, может быть, и рекорд Гетенбурга будет поставлен. Вот какой вопрос зададимся. Одиннадцатый заезд. Играет великолепная погода. Хорошая трасса. Ну и рестарт одиннадцатого заезда. Опять кто-то слишком рано куда-то поехал. Неравномерный старт. И в итоге одиннадцатый заезд. И здесь принимают участие никто иной, как Антония Линбек, Кеннед Бьерри, Петер Люнг и Джейсон Крам. Джейсон Крам как раз желтый шлем. Не очень удачный у него старт получился. Вышел бледний Петер Люнг. И по-прежнему продолжает лидировать. Но вот Джейсон Крам по-прежнему по внешней дороге пытается обгонять своих конкурентов. Очень жесткая борьба будет. И очень интересная борьба между пилотами. И по-прежнему Кеннед Бьерри и Джейсон Крам очень жестко. Здесь очень близко между этими двумя пилотами ходят они в поворот. Джейсон Крам перекрещивает траекторию. Выходит на внутреннюю и обгоняет своего конкурента. И Антонио Линбека был готов он также обойти. Но, к сожалению, проскочить сквозь оппонента здесь невозможно. Это не в любой игре. Не фантастической это невозможно. Поэтому пришлось ему пока что сбавить обороты. Остается не так много времени. Всего лишь один круг для того, чтобы сменить свою диспозицию. Может быть, напасть на второе место. Но такое вполне вероятно. И это, похоже, удастся сейчас Джейсону Крампу. Антонио Линбек допускает очередную ошибку. И Джейсон Крамп ей, безусловно, пользуется. Петер Льюинг тоже был не безупречен. Но чуть-чуть не хватило дистанции Джейсону Крампа, чтобы вообще выйти на первое место. Итак, Льюинг и победитель. Крамп на второй позиции. Линбек и Бьерри третий, четвертый. Соответственно. Итак, после 11 заездов ситуация на ваших экранах. Петер Льюинг, ну что же, по восходящей он идет. Шесть очков у него уже есть. Но она с вами ждет уже 12-й заезд, с которым Никки Петерсон не испытал никаких проблем. Очень интересное было сражение с Томашем Голубом. На Миле Басафудинове они не забыли. Но Томаш Голуб будет его помнить теперь вечно. Он обходит его. Никки Петерсон снова Милем Сафудиновым. Слава Богу, теперь без падения. Сафудинов второй, Никки Петерсон первый. Томаш Голуб третий. Ханс Андерсон в роли статиста здесь был. Итак, Криса Холдера мы с вами слушаем. Ну что же. Я достаточно много уроков здесь и получил. И хорошие старты были. Я чувствую, что я могу быть быстр, если ничего не случится. Но я насчитываю, что все-таки у нас хорошо. Мы чуть еще пошпилнили в боксах Никки. Так что я думаю, что у нас будут дальше хорошие старты. Что вы можете сказать по поводу выступлений. Ну что я могу сказать. Влевая перчатка у меня более счастливая, чем правая. Ну а дальше посмотрим, как будет обстоять дело. Томаш Голуб на наших экранах. У него был в шведской лиге несколько дней назад падение. Но будем надеяться, что все-таки не окажется это проблемным на его. И Крис Харрис с баранкой сидит после трех заездов. Неприятно. Легенда автоспорта. Такого больше нигде не встретишь. Евроспорт предоставляет вам уникальную возможность увидеть все своими глазами. От первой до последней минуты в прямом эфире. Ради этого стоит отложить все дела. Проведите целую неделю на северо-западе Франции. Вблизи от города, основанного еще древними римлянами. Зориентироваться в ситуации вам поможет наш тележурнал «24 минуты». Битва, которая войдет в историю. От телевизора лучше не отходить. 24 часа Лимана. Завтра. Прямая трансляция на телеканале Евроспорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Добро пожаловать на Уэллий Стадиум в Готенбурге, что в Швеции. Великолепная погода. Не менее приветливые болельщики. И мы с вами отправляемся в 13-й заезд под традицией. И здесь у нас с вами принимают участие. Томаш Голуб, Грэг Хэнкок, Джейсон Крамп и Крис Хэррис. Вот она, собственно говоря, диспозиция на 2012 год выступления здесь в Улеве. Ну, что касается очков, то они на наших экранах. Как здесь распределяются диспозиции. Ну, а что касается прошлого сезона, напомню, не зря мы каждый раз говорим о погоде. Все-таки в прошлом году здесь практически впервые было направило, опробовано о том, что после 16 заездов из-за невозможной погоды было прекращены соревнования. Вот так вот. В прошлом году было, в этом году абсолютно классная атмосфера, абсолютно хорошее солнышко. Да и никаких осадков здесь вообще ни речи быть не могло. Ну, что же, старт 13-го заезда был дан. Томаш Голуб здесь безусловный лидер. И соперничество с ним пытается сейчас Джейсон Крамп навязать Грэг Хэнкок. Рядышком абсолютно. Только еще Ники Петерсона не хватает. Вот было бы вообще замечательное, опять-таки, повторение финала, да, который был в Праге. Но, так или иначе, Ники Петерсон свое возьмет, и его выступление, опять же-таки, не подвергается никакому сомнению. Ну, и Томаш Голуб сейчас все-таки начинает походить сам на себя. Не очень удачное у него было выступление в предыдущих его заездах здесь, в Улеве-Стадиуме. Но на сей раз он решил взять все-таки себя в руки, и три очка сейчас завоюет без сомнения. Джейсон Крамп для него как раз все тоже складывается отнюдь неплохо. И очков достаточно для того, чтобы завоевать позицию под солнцем и, соответственно, выйти в полуфинал. Ну, и Грэг Хэнкок на третьем месте тоже удерживается, хотя у него очередной один балл, и это тоже, ну, не очень уж и хорошо для Хэнкока самого. Ну, посмотрим, сейчас еще впереди достаточно много заездов. Результат 13-го из них Голуб, Крамп, Хэнкок получают баллы, ну, а Крис Хэрриса остается ни с чем. Ну, и опять же-таки, у него и до этого было ноль очков зачетных, ну, и сейчас тоже ноль очков. Пять очков у Хэнкока, тоже не очень хорошая статистика, у Голуба тоже не очень все хорошо складывается по ходу здесь шведского гран-при этого. Ну, и еще раз нам демонстрируют старт, в котором Голуб был вынужден против Грэга Хэнкока здесь прорваться, но, опять же-таки, внутренняя дорожка принесла ему успех. Ну, а вот у Хэнкока возникли проблемы, проблемы и со скоростью, в первую очередь, но здесь вот его слишком унесло, поэтому пропустил он вперед и Джейсона Крампа. Ну, вот, собственно говоря, и все события, которые происходили здесь. Ну, и вот, опять же-таки, Крис Хэрис тоже был вынужден сбрасывать газ. Пять очков у Хэнкока, у Томаша Голуба четыре балла. Непривычно их видеть с таким мизерным сочетанием очков в нынешнем чемпионате. И вообще непривычно на таких грандов видеть с баллами такими низкими. Томас Эдж Йонсон, обладатель Уайлдкарт, тоже знакомая нам всем фигура и по прошлому сезону, и по командному чемпионату мира. Вместе с ним выступает Андрес Йонсон, Хан Сандерсон, Атонио Линбек. Андерсон, очень неплохой старт, разом он двоих обходит, сейчас уходит на внешний радиус, и скорость максимум будет набирать, что, собственно говоря, было и несомненно. На первое место он выходит, Томаш Эдж Йонсон вторым идет, далее Хан Сандерсон и Антонио Линбек, великолепно стартовавшие здесь с победы. Но вот далее абсолютно не заладилось у него выступление, и эта победа останется у него, похоже, единственной, если он так дальше продолжит. Да и баллов у него не очень много набранных, и впереди лишь один заезд. Очень сложно будет ему претендовать на попадание в полуфинал. Третий круг, и здесь, опять же-таки, никаких изменений не происходит. Томас Эдж Йонсон, еще один человек, который наверняка всех поражает, но, опять же-таки, нерезиновая спидвей гран-при, и не сумел он пробиться через квалификацию. Ну, а вот вайл-карт не предоставили. Предпочли Петра Юнга ему отдать столь заветную путевку в полный сезон спидвей гран-при. Здесь же Андрес Йонсон поддерживает победу. Вопросов здесь никаких возникнуть не могло. И что ж, теперь у нас Йонсон, Йонсон, Андерсон и Линбек. Вот так вот скандинавское сражение завершилось подобным образом. Йонсон 9 очков, Йонсон 4 место. Сафудинов тоже на третьей позиции сейчас находится, но у него еще впереди заезд. Есть, ну и Томас, давайте послушаем. Ну что же, вы снова очень хорошо выступаете. Вообще, вайл-карт классно выступает в этом сезоне. Да, вы правы. Я повторяюсь каждый раз набирать. У меня еще не было победы, но тем не менее, я вижу свой путь впереди. Хочу выиграть заезд. Вы чувствуете очень комфортно в этих соревнованиях. И место вообще для вас здесь есть. Ну, что я вам могу сказать? Не знаю. По крайней мере, я хочу стартовать хорошо. У меня это получается. У меня есть скорость. И я очень легко набираю здесь баллы. 15-й заезд, в котором принимает участие Крис Холдер, Петр Львенко, Мельцев Фудинов и Ярослав Хэмпель. Мельцев Фудинов 8 очков. Позиция в полуфинале у него уже есть. Две победы дают ему полное основание претендовать на это место. Ну, а как сложится этот заезд, может быть, еще несколько очков сумеет Мельцев Фудинов здесь завоевать. Белые дорожки не очень удачные на этом стадионе. Ну, и вот, собственно говоря, подтверждается Мельцев Фудинов. Сразу же ему на четвертое место сейчас выкинули. Ярослав Хэмпель пытался найти свое счастье по внешней дороге, атаковая своих оппонентов. И неудачно Крис Холдер на первой позиции сейчас находится. Далее давайте посмотрим, как будет складываться ситуация. Ярослав Хэмпель второй. Йо-йо-йо-йо-йо. Петр Ливинг, он допускает ошибку. Ошибку, которая дорогого ему стоила. Да, безусловно, он держался в седле, не допускал падения. Но на четвертом месте он будет сейчас доезжать. Может быть, рассчитывая на ошибку своих оппонентов. Может быть, у кого-то с техникой возникнет проблема. Мельцев Фудинов не останавливается. Атакует сейчас Ярослава Хэмпеля. Или, по крайней мере, примиряется к своему оппоненту. Будет ли сейчас удачная атака, либо нет. Но поживем. Увидим сейчас Ярослав Хэмпель успешно отражает попытки Мелису Фудинова добраться до своего оппонента. Но будет продолжаться ли так дальше. Хэмпель допускает ошибку, чувствует это. А Сафудинов, к сожалению, воспользоваться ею так и не смог. Увы, но скорости у него не хватило. Крис Холдер выигрывает. Ярослав Хэмпель второй, Мелису Фудинов на третьем месте нулью. Здесь доезжает четвертым. Та ошибка дорого ему аукнулась. Крис Холдер. 9 очков у него так же, как и у Мелису Фудинова. Ну, а вот Ники Фетерсона мы увидим уже в следующем заезде. Пока что он демонстрирует все самые важные моменты 15-го заезда, в котором Ярослава Хэмпеля чуть-чуть не хватило, чтобы Криса Холдера обойти. Ну, еще раз, еще раз старт Крис Холдера. Вот как раз старт у него таки удался. Петр Льюинг здесь был оставлен далеко позади. Ну, и никто, и ничто уже не помешали Криса Холдеру. А вот тут проблема, которая ошибка Петра Льюинга. Ну, и в итоге он на четвертом месте остался. Хэмпель 7 очков, Холдер 9 баллов. Но у Хэмпеля будет еще шанс пробиться в полуфинал в заключительной серии заездов. Что же касается 16-го заезда, заключительного заезда 4-й серии, то здесь Кеннед Бьерри, Фредерик Лингрен, Никки Петерсон и Бьярне Петерсон. Ну, вот совсем недавно у нас было 3 шведа, 1 датчанин. Теперь 3 датчанина, 1 швед будет здесь выступать. Ну, Никки Петерсону уже ничего не нужно. А вот и Фредерику Лингрену, и Кеннед Бьерри, и как воздух нужны. Никки Петерсон старт, и ух ты, как он классно все-таки вышел, а. Сразу же захватывает свою первую позицию. Дальше Бьярне Петерсон, располагается Кеннед Бьерри, и Фредерик Лингрен на 4-й позиции. Никки Петерсон, ну, что же, сейчас должен просто открывать своих оппонентов. И вопросов никаких не оставлять конкурентам по поводу возможности что-либо противопоставить своим конкурентам, не вызывает. Никки Петерсон на 1-й позиции, Бьярне Петерсон на 2-м месте. Далее Бьерри и Лингрен следует. Никакого изменения, опять же таки, не происходит. Еще, ну, полтора круга остается, но тоже все вопросы уже сняты с этого заезда. Может быть, какие-то проблемы возникнут у одного из пилотов, кто-то допустит ошибку. Вот как раз Боби за второе место сейчас Бьярне Петерсон и Кеннед Бьерри сходятся в личном споре. Еще есть пол круга для того, чтобы Кеннед Бьерри все-таки попытаться и пройти своего оппонента. Заключительный поворот. Пересекает он будет сейчас траекторию. Ну что, скорость, скорость Кеннед Бьерри нет неудачно. Там колесо буквально выигрывает Бьярне Петерсон у своего оппонента. Второе место завоевывает, но оппозиция Никки Петерсона никто не сомневается. У него 12 очков в общей сложности здесь на Оливе Стадиум. И без поражений идет датчанин сегодня в Готенбурге. Никки Петерсон, как раз, интервью мы берем. Никки Петерсон, все для вас так легко сегодня? Никогда не легко бывает в чемпионате мира. Никогда. Нужно просто много работать над машиной. Нужно что-то менять. И это менять все время. Сейчас нам предстоит сцепление поменять. Я не очень доволен последним заездом. У меня там был хороший старт, но потом возникли проблемы. Я думаю, что будет дальше все хорошо. Что вы можете сказать по поводу своего 2007-2008 выступления года? Тогда было тоже не очень все легко, но на данный момент все для меня складывается как нельзя лучше. Нужно быть фокусированным предельно и рассчитывать на победу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Полная гамма спортивных эмоций на телеканале Евроспорт-2. Добро пожаловать снова на Speedway Grand Prix, что в Швеции проходил на Оливье Стадио в Готенбурге. Великолепная атмосфера, очень хорошая трасса, в отличие от прошлого года, о котором мы уже говорили на Батмене. Ну и нас с вами предстоит увидеть заключительные четыре заезда предварительной стадии, по итогам которого определится, кто же, кроме Ники Петерсона, да, Эмилиса Фудинова, попадет в полуфинал. Полуфинал, еще нет трех партий. Итак, Эмилиса Фудинов, девять очков. Вопрос здесь закрыт. Бьярна Петерсон, Антонио Линбе, Крис Хэррис. Ну вот, семь очков. Будет ли это пропуском в полуфинал? Нужно выигрывать. И тогда лишь посмотрим. Крис Хэррис, тот человек, который был очень недоволен по итогам первых четырех заездов. Там четыре баранки. Он схлопотал и сейчас тактует с красной дорожки. Сразу же вырывается вперед и удерживает свое лидерство Эмилиса Фудинов. Прорывается по внутреннему и шел с внешней. И на второе лишь место прорывается Антонио Линбек и Бьярна Петерсон. Антонио Линбек тоже как-то не очень уверенно был после своей победы в первом из заездов. Ну а дальше все у него пошло по нисходящей. И здесь четыре очка только лишь было этому заезду. Очень неприятный результат для этого пилота. Но, опять же таки, здесь делать было ничего. Но что касается Криса Хэррис, он по-прежнему удерживает свое лидерство Эмилиса Фудинов на второй позиции. Далее Линбек и Петерсон. Очередной балл Линбек готов здесь заработать. Но, опять же таки, это не станет проходным баллом в полуфинал. Ну и не Линбек, не его партнер, соперник Бьярна Петерсон, у которого четыре очка, даже не думали приблизиться к этой заветной черте. С семеркой иногда можно попасть. Но, увы, это лишь иногда так и звучит. Эмилиса Фудинов идет на позиции под номером два. Соперничает с Крисом Хэррисом. Здесь у него никакой возможности не было. Бороться за победу тоже здесь не было. Обогнать шансы. Антонио Линбек на третьей позиции. Бьярна Петерсон четвертый. Ну и как Крис Хэррис был доволен. Вы видели этот момент? Он был очень и очень рад тому, что все-таки. Но он получил подтверждение, что ничего не потеряно для него. Да, три очка всего лишь он заработал. Но сумел победить в одном из заветов. Если бы не четыре баранки те, то все было бы абсолютно по-другому. Вот еще раз нам показывают старт Эмилиса Фудинова, который шел на внутреннюю траекторию. И в итоге сумел таки выйти на второе место. Но Актрис Хэрис благодарит все-таки Бога. В том числе и за то, что он одержал здесь победу. Ну что же, у нас был один лишь путь. Мы поставили все деньги на победу и выиграли. Еще раз нам показывают уже 18-й заезд. Это Томас Эйч Йонасон. Он допустил ошибку. Ну и в итоге все-таки, слава Богу, но вышел на старт. Еще раз нам показывают это неприятный. Первую попытку в 18-м заезде. Ну и рестарт был назначен. Крис Холдер, Томас Голуб, Томас Эйч Йонасон и Кеннебири будут стартовать в 18-м заезде. Ну что сказать. Томас Эйч Йонасон. Да, ему нужны, конечно же, баллы дополнительные. Томас Голуб. Ну, этого человека ничего не спасет. Да, 4 очка у него было, 7 баллов. Но здесь все остальные слишком сильно выступали. И поэтому рассчитывать на то, что Томас Голуб попадет в полуфинал, не приходилось. Хотя Томас Голуб великолепный старт предпринял. И, увы, но для него оторваться от оппонентов так, чтобы вопросы все снять уже на первом круге, не получилось. Далее борьба между Йонасом и Кеннебири тоже кипит нешуточная борьба за третье место, за единственное очко. Ну а Томас Голуб сейчас с Крисом Холдером будет сражаться. Крис Холдер тоже очень-очень нацелен. У него получаются заезды сегодня. Здесь на улеве стадиум. И он будет продолжать давить Томаса Голуба. Хотя это занятие иногда оказывается бесперспективным. Здесь же все может быть сложиться и по-другому. По крайней мере, Крис Холдера посмотрите. Очень интересные траектории пытается найти. Пытается по внутренней, по внешней пересекая траектории. Либо нет. И Томас Голуб все-таки, похоже, допускает ошибку. Перед стартом последнего круга он, увы, но пропускает. Сбросил скорость, слишком неудачно зашел. И Крис Холдер выходит на первое место. И здесь уже ничего помешать ему выиграть не сможет. Даже Томас Голуб допускает. Вот это вот единственное малейшее по марке стоило ему первой позиции. Трех очков. Хотя, даже если бы 7 баллов он набрал, претендовать на выход в полуфинал было бы невозможно. Итак, 18-й заезд. Результат его. Крис Холдер получает 3 балла. Дальше Томас Голуб и Юнасон на третьем месте. Канабьери с 0 баллов завершает 5 очками нынешний заезд. Итак, Юнасон 9 очков. Холдер 12 баллов. Томас Голуб 6 баллов. Но, учитывая, что всем остальным еще ехать и ехать, так что здесь, увы, все закончилось печально. Итак, еще раз нам показывают Криса Холдера, который до последнего демонстрировал свою заряженность на борьбу. И Томас Голуб в итоге все-таки перед заходом на последний круг сумел таки обогнать по внешнему радиусу. Томас Голуб здесь потерял скорость. И в итоге все было предрешено. Но для польского чемпиона 2010 года Крис Холдер выигрывает. Вот так вот по-пижонски он завершает. Он очень доволен этим этапом. Конечно же, три вторых места, два первых. Результат на загляденье. И 19 заезд. В нем принимают участие. Давайте дождемся представления официального. Все готово к этому старту. И Петер Льюинг, и Грэг Хэнкок, Ханс Андерсон. Хэнкоку, безусловно, нужны очки. Пять очков всего лишь. Петер Льюингу тоже нужны очки. Федерик Лингрен. Лишь Ханс Андерсон может себя ощущать статистом, но давления на него нет. Поэтому почему бы не помечтать о победе? Может быть. Ну, хотя белая дорожка. Ну, не Грэг Хэнкоку смело выигрывал. Но тут старт важен. Старт у Ханс Андерсона не важнее. И в итоге Грэг Хэнкоку пока что на первой позиции. Здесь все решится после выхода из этого поворота первого. Заним Фредерик Лингрен. Петер Льюинг на позиции под номером три идет. Ну, а Ханс Андерсон теперь обгоняет Петер Льюинген, выходя на третью позицию. Борьба вот там вот продолжается. Грэг Хэнкоку тем временем с Фредериком Лингреном. Их позиции тоже здесь ничто не может поколебать. И в итоге они идут на первом и втором месте. Грэг Хэнкоку по-прежнему на первой строчке. Петер Льюинг на позиции под номером четыре. И тоже здесь изменения никакие невозможны. А Грэг Хэнкоку, конечно же, эта победа была очень важна. Пять очков, восемь баллов в итоге он сейчас может получить. И эти восемь баллов станут для него проходными в полуфинал. Вполне вероятно, здесь все так и будет. Что же касается Фредерика Лингрена, то два очка для него тоже очень важны. Он также в полуфинале без сомнения будет. И там эта борьба продолжится. Так, последний круг завершен. И Грэг Хэнкоку все-таки выигрывает. Далее финиширует Фредерик Лингрен Ханс Андерсон с одним баллом. Петер Льюинг на четвертом лишь месте. Здесь доехал до финиша. Интереснейшая борьба, в котором все-таки победителем должен был лишь один быть из пилотов. Так, Грэг Хэнкок и Лингрен на позиции оказываются шестой и восьмой семь очков у Фредерика Лингрена. Но вот здесь должна Фортуна еще к нему повернуться лицом, чтобы с семью баллами он оказался в полуфинале. Итак, еще раз нам показывает Грэг Хэнкок. Да, вот этот его маневр, выход на внешнюю траекторию и максимум скорости он убирает, приносит ему победу. Ну, лидерство сначала в заезде, а потом и победу. На качеле буквально проехался Хэнкок по предварительному раунду. Ну, а Фредерик Лингрен 7 очков и нужно дожидаться с нетерпением 20-го заезда. И здесь, если Ярослав Хэмпель набирает очки, то Фредерик Лингрен оказывается за бортом. Если не набирает, то все по-другому для него складывается. Джейсон Крамп 7 очков, то ему тоже нужны баллы. Андрес Йонсен, Луки Петерсу, ну, как раз не нужны баллы. Так что, несмотря на какие здесь возражения, да, и подсчеты, понятно, что все об этом забывают. И в том числе Никки Петерсон в первую очередь, да, и Андрес Йонсен, которым, казалось бы, очки не нужны. Тем не менее, борьба начинается, да, за победу Джейсон Крамп на первой позиции сейчас находится. Никки Петерсон классным маневром отсекает Йонсена и Хэмпеля. Хэмпель на четвертом месте. Это то, что нужно Фредерику Лингрену у себя на домашней трассе. Ну, вот насколько это будет удачно, насколько это будет успешно для него в дальнейшее продвижение. Ну, вот опять же таки поживем и увидим, что сейчас будет. Что Никки Петерсон опять же таки предъявит в том числе. Ну, Джейсон Крамп и Никки Петерсон, похоже, даже не напрягаются. Здесь вот так завоевали свои позиции, так они их и отстаивают. Без особых атак со стороны Андреса Йонсена. В том числе он приблизится, не может соперника своему Никки Петерсена достать. И еще надо для того, чтобы попытаться пройти оппонента своего аут Ярослав Хэмпель. К своему ужасу абсолютнейшему. У него большие проблемы возникнут могут по ходу этого сезона Ярослав Хэмпель. У него были классные два первых этапа, а потом 6 баллов Чехии, сейчас 7 в Швеции. В общем, очень-очень катастрофично какое-то у него после второго этапа, после успеха, несомненного, у себя на машней трассе. Здесь буквально провал следует за провалом. Так что серебряный призер, бронзовый призер последних чемпионатов здесь, увы, но похвастаться успехами не может. Джейсон Камп в своих боксах. Ну, вот опять же таки еще раз нам показывает старт. Сумел он обойти своего оппонента и дальше уже не оставил никому ни единого шанса. Ярослав Хэмпель до того расстроился, что даже на четвертое место откатился. Для него было все закончено. Здесь, ну, опять же таки, Никки Петерсон вот еще раз нам показывает. Это вот его великолепный маневр, выход из первого поворота, тогда он на второе место переместился. Итак, Джейсон Крамп в боксах, у него все хорошо и тоже у нас выходит в полуфинал. Петерсон, Холдерсов, Удинов, Крамп, Йонасен, Йонасен и Хэнкок, и Лингрен попадают. Вот так вот Ярославу Хэмпелю буквально не хватило одного единственного очка. Учитывая, что у Лингрена была одна победа, вот эта одна победа и сыграла его пользу. Ну, опять же таки, красная дорожка здесь оказывается самая побеждающая. И кто у нас будет? Никки Петерсон выбирает первым и проходит мимо красной. Нет, не проходит. Он выбирает. Выбирает синюю дорожку. Но вот так вот, долго сомневался и в итоге принял решение. Джейсон Крамп, желтую дорожку выбирает Йонасен. Давайте посмотрим. Белую дорожку выбирает. Ну и Хэнкок получает вот этот бонус. Наверное, не ожидал он сам подобного в полуфинале. Холдер получает первый выбор, синюю дорожку. Вот так вот лидер выбирает подобные места. Далее Митса Фудинов не стал мудрствовать лукаво и выбирает красную дорожку. Решил не рисковать. И далее Андрес Йонсон выбирает четвертую дорожку внешнюю. Ну и белая дорожка Федерику Лингрену достается. Ну что же, вот так он счастливым попал в полуфинал с семью баллами. Ну вот теперь придется ему по очень неудобной дорожке стартовать. А вот как будут складываться полуфиналы и финалы, увидим уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полная гамма спортивных эмоций на телеканале Евроспорт 2 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Легенда автоспорта. Лучше не одновременно. 24 часа Лиман. Завтра прямая трансляция на телеканале Евроспорт. Добро пожаловать снова на уровне Стадиум в Готенбурге. Гран-при Швеции по спидвейу 13 тысяч человек не пожалели времени и средств для того, чтобы прийти на этот великолепный праздник. Гарри субтитры сделал DimaTorzok Дорожка, да? У них был такой шанс. Гарри субтитры сделал DimaTorzok Пускай оно так и будет, да? Дорожка возвращается в боксы, но Ники Петерсон, безусловно, очень и очень будет сейчас золден. Так или иначе, но его признали виновным. Джейсон Кам здесь тоже, между прочим, может оказаться в финале подобным образом. Дорожка, да? Да, очень был золден. Ой-ой-ой! Фантастика! Да. Ну, без комментариев, наверное. Вы видели то, что произошло. TH Йонсон выходит в финал вместе с Грегом Хэнком. Ники Петерсон так с 14 баллами остается. Ну, давайте послушаем, что Ники сейчас скажет. Ну, что я могу сказать. Вы видели, что здесь произошло. Он на 110% здесь сам был виноват. Два последних круга. Мы с ним вели борьбу, и я был на одной линии с ним. Эмиль сегодня тоже самое был, между прочим, на внутренней дорожке. Ничего не произошло, никто никого не наказывал. Здесь же меня виноватым сделали. Он молод, он хочет рисковать, и в итоге этот риск, что я могу сказать. Риск вот для него подобным образом. Я очень разочарован, я был быстрее. Но Ники Петерсон остается только лишь посочувствовать. Арбитр принял подобные решения. Итак, полуфинал второй. И здесь драма в первом полуфинале. Посмотрим, что произойдет во втором. Здесь Эмиль Сафудинов, принц-холдер Фредерик Лимбрин Андреас Йонсон. Эмиль Сафудинов решил не рисковать, взял красную дорожку. Вот Грегу Хэнклона уже принесла успех. Ну вот для Эмильов теперь главное будет это старт. Если с стартом все будет хорошо, мы в полуфинале будем видеть его на первой и на второй позициях. Но, к сожалению, проигрывает он старт Крису Холдеру. Крис Холдер выходит на позицию под номером один. А дальше Эмиль Сафудинов пропускает всех вперед. В том числе Фредерика Лингрена и Андреас Йонсона, который выходит на позицию под номером три. Придется теперь Сафудинову Максиму прикладывать усилие. Это первое усилие. Самое важное начальное может быть и сделать. Теперь не менее важное. Нужно догонять Фредерика Лингрена. Вообще счастливчика этого этапа. Потому что семью баллами попасть в полуфинал, это, конечно, из разряда тоже невероятного. Но, тем не менее, ему повезло на его домашней трассе. А теперь еще раз повезло. Потому что он сейчас выходит практически в полуфинал. То, что Эмиль Сафудинов сумеет догнать Фредерика Лингрена, сомнения вызывают очень большие. Здесь практически нереально. Такой Гендика в такое расстояние нивелировать. Лишь проблема у самого Фредерика Лингрена. Его ошибка может позволить россиянину выскочить в финал. Увы, но Эмиль Сафудинов сам оказался творцом своего счастья. Опять же, красная дорожка, если ты вырываешься вперед, то дальше проблем не бывает. А вот не сумел этого сделать, возникают большие проблемы. Вот что, собственно говоря, с россиянином и произошло. Итак, Крис Холдер выигрывает этот заезд. Далее Фредерик Лингрен финиширует. Они в полуфинале. Извините, первое-второе место и выходит в финал. А Эмиль Сафудинов и Андрес Йонсен покидают эти соревнования. Для них все завершено. Что касается 2011 года, то тогда, напомню, у нас с вами победителем, стал не той, но и как Крис Холдер. Правда, так 10 очков ему принесли эту победу. Но, так или иначе, эта победа была названа этой победой. Так что Крис Холдер теперь будет сражаться за победу. Ну, а что касается повтора, еще раз мы с вами видим. Эмиль Сафудинов, к сожалению, но старт проиграл. Далее скорости уже не было. Соперников он за собой выстроить не смог. Ну, а дальше вот с Андресом Йонсеном он сумел поворотся. Да, одну очко завоевал в финале. И, таким образом, набирает 12 засчетных баллов. Хотя, еще раз мы смотрим, это, собственно говоря, победа из каких ворот. 9 побед из красных ворот. Ну и Крис Холдер. Ну что, опять синие ворота. Да, они принесли ему удачу в полуфинале. Так что он их берет. Что касается Крэга Хэнка, то он красный, конечно, будет брать. Вопросов тоже здесь сильных не возникало. Они принесли ему удачу. Но Томас Йонсен, он берет все-таки желтые ворота. И остается лишь Фредерику Лингрену белые ворота. Ну, ну что же. Удачи его здесь очень любят сегодня. И посмотрим, как будут складываться позиции во финале. Итоговые. Пока что спортсмены готовятся к финалу. И мы тоже готовимся к финальному завезду. Естественно, два из четырех гонщиков – это домашние герои. Супер-шведы Грег Хэнкок будут протестать против, и Крис Холдер против этих двух ребят. Грег Хэнкок – красные ворота. Желтые ворота Томаса Эйча и Йонасона. Крис Холдер – синие ворота и белые ворота у Фредерика Лингрена. Белый шлем он получает. И как будет складываться, посмотрим. Может быть, нас с вами ждет еще один победитель. Ведь предыдущие три гран-три у нас с вами завершились победами абсолютно разных пилотов. Грег Хэнкок, Крис Холдер и Микки Петерсон одержали победу. А теперь, может быть, у нас будет новый герой, а может быть, и Стар. Итак, Стар. Здесь Грег Хэнкок выигрывает и оттесняет Криса Холдера назад себя. Ну, а Фредерик Лингрен, вы посмотрите, чуть-чуть скорости не хватило, чтобы выйти на позицию вообще лидирующую. На втором месте он сейчас находится скорости. Явно ему не нужно ни у кого краски. Он это доказывает. Крис Холдер сначала был пройден, потом Грег Хэнкок, и теперь Фредерик Лингрен выходит на первое место. Грег Хэнкок изо всех сил старался не пустить своего оппонента вперед, но неудачно и наращивается в это Фредерик Лингрен. Он как будто на крыльях летит в своей победе, победе здесь, на трассе Ульве Стадиум. Наконец-таки у него все начало получаться в этом сезоне, и он очень-очень уверенно движется к своему успеху. После провала в Лешну, после провала в Праге, наконец-таки удача здесь к нему повернулась лицом. Он все-таки начинает атаковать, все-таки начинает и выигрывает здесь. Можно говорить о том, что у него не очень все складывалось, дела. В этом 2012 году он получил путевку благодаря номинации и выигрывает в Ульве Стадиум. Ревет 13 тысяч болельщиков, приветствует своего героя. Грег Хэнкок на второй позиции. Крис Холдер третий. Ну и Томас Йонсон на четвертой позиции. Ну, опять же таки, посмотрите. Фантастика! Да! Какой финиш был с борьбе за третье место! Просто фантастический заезд. Финал получился на загляденье. Фредерик Лингрен. Чудом попасть в полуфинал. Дальше вышел финал уверенно. Ну и в финале держал тоже не менее уверенную победу. Крис Холдер. Я думаю, что на самом деле, не думаю, что выбор позиций, выбор ворот являлся главным для финала. Я думаю, что Фредди был очень-очень силен. Я счастлив, что он здесь победил. Он был очень быстро сегодня и на подиуме он абсолютно законно. Грег Хэнкокс. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего вечера? Ну, я что могу сказать. Это классическая трасса и здесь, безусловно, очень сложно выступать. Ребята были очень сильны. Ну, я рад, что сумел так выступить. Второе место занят. Фредерик Лингрен. Гран-при под номером 52. Это ваша первая победа. Невероятно. Да, действительно, я очень-очень счастлив. Это великолепно. Быть первым местом у себя дома в Швеции, завоевать его. И перед финалом я чувствовал, что у меня буквально прилив энергии был. И я сумел его выплеснуть. Это просто фантастический вечер. Итак, чемпионская гонка. Здесь давайте посмотрим, что у нас после четырех этапов. Грег Хэнкок выходит на первое место. Два очка Моники Петерсон проигрывает. Дальше Джейсон Храмп. Крисхолдер и Минси Футинов на седьмом позиции. Вместе с Фредериком Лингреном у них по 37 очков здесь. Ну, что же, Фредди Лингрен вошел в историю Уль-Лави-Стадиома, выиграв от себя домашний гран-при. Ну, а дальше как будет складываться, мы с вами видим уже...